Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина посетила единственный на Дальнем Востоке завод, выпускающий инфузионные препараты по международным стандартам «Истфарм». Предприятие находится в Уссуриске и входит в группу компаний «Фарма Синтез». Это крупнейший производитель социально значимых лекарств в России. Мы здесь совершенно не случайно. Действительно, завод динамично развивается, устойчиво работает, платит во все уровни бюджетов налоги. 208 человек здесь. Но это не такое масштабное производство, а вот востребованность есть. И мы сегодня слышали с вами, что продукция поставляется во все регионы Российской Федерации, даже в Калининград, Москву, Петербург и другие субъекты Российской Федерации. Мы потребляем здесь всего 20% этой продукции. Сегодня мы как раз с руководством обсуждали вопрос развития. И этот вопрос мы обсуждали ранее с участием губернатора и учредителей. Мы прекрасно понимаем, что нужны механизмы государственной поддержки. И такие механизмы государственной поддержки есть. Они определены на федеральном уровне, они определены на региональном уровне. Сам проект стоит почти 700 миллионов рублей. И что нас радует, что он даст прирост производства на 75%. Но это существенный прирост. И это увеличение налоговых доходов во все уровни бюджетов. Тоже примерно 750 миллионов рублей за 10 лет. Еще одной темой для беседы стало возможное производство лекарственных препаратов с использованием местного сырья, а также различных медицинских изделий и необходимых для отрасли здравоохранения расходных материалов. Мы сегодня еще обсуждали возможности расширения производства по другим направлениям. Это все направления. Это расходные материалы, это лекарственные препараты, средства, это субстанции, возможно, производство их на территории Приморского края. Мы понимаем, что даже у нас есть сырье для этих целей. Но это вопросы, которые требуют проработки. И мы сейчас протокольно все отразим. Будем работать с Минпромторгом Российской Федерации в части государственной поддержки мер, которые существуют. И, собственно говоря, намерены с учредителями встретиться на площадке форума, возможно, питерского, который будет сейчас в ближайшее время в июне, но и в дальнейшем на сентябрьском нашем дальневосточном форуме. Я думаю, что нам удастся достигнуть каких-то договоренностей по развитию производства. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.